Итоги недели подведем сегодня вместе в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Машин на улицах Барнаула в час пик стало значительно меньше. Делаем выводы, что большая часть населения города работает и учится удаленно. По крайней мере, крупнейшие вузы региона дистанционное обучение продлили. Омикрон по-прежнему в ежедневном режиме поражает по 4,5 тысячи человек в Алтайском крае. Кстати, с приходом нового штамма количество ковид-инфицированных беременных пациенток в Барнауле увеличилось более чем в два раза. В конце прошлого года в Алтайском крае появилась возможность лечить будущих мам уникальным дорогостоящим препаратом, который моментально сводит ковид-инфекцию на нет. Подробнее о бережном лечении ковид-положительных беременных в репортаже Валентины Аскеровой. Малышка Венера родилась на пять недель раньше положенного. Во время беременности ее мама Анна Молчанова заболела ковидом. Инфекция вызвала преждевременные роды. 25 числа пришла в консультацию в Бийске. Так как мы в Бийске, приехала у меня с хрипами в горле. Нам предложили сделать тест. Мы сделали тест. 26 числа был тест положительный, а 27 утром рано у нас воды отошли. Я вызвала скорую и нас экстренно сюда госпитализировали. На сегодняшний день ПЦР-тест у Анны отрицательный. У малышки пока положительный, но никаких клинических проявлений болезни нет. Врачи следят за состоянием новорожденной. Малышке Альбине всего сутки. Ее мама Анжелика накануне родов бессимптомно переболела коронавирусом. Сейчас мама отрицательная. Результаты дочки еще в пути. Страшно было не уйти от этого никуда. Сейчас много кто болеет. Так всему довольна. Естественно, счастлива. Теперь мама. Под наблюдением медиков находится 76 девушек с разными сроками беременности. От самых ранних до почти доношенных отделение заполнено почти полностью на 90%. С декабря месяца пациенткам в положении, которых нужно лечить более чем бережно, вводят эффективный препарат. Лечение моноклональными антителами. Это такие антитела, которые встраиваются в РНК белок вируса и как бы прерывают вот эту цепочку. То есть они ничего не делают для пациента, для женщины, для плода. Они работают только с вирусом. Они внедряются в его жизнь и прерывают его жизнь. Болела горло очень сильно. Потом у меня поднялась температура. После введения уникального препарата симптомы коронавируса у Виктории исчезли уже через два дня. А с ним и сам вирус. По цермозок у девушки отрицательный. Уже стало намного легче. То есть ушла температура. Слабость ушла. Слабость, какие-то незначительные катаральные проявления. Но уже не было ни лихорадки, ни такого моты. Но как нам рассказали медики, новомодное лекарство можно применять лишь на самой ранней стадии заболевания. От начала заболевания до момента введения препарата должно пройти не более семи дней. Только тогда это эффективно. И степень тяжести должна быть легкая, ну либо средняя. Количество заболевших с приходом омикрона стало больше. К счастью, говорят медики, болезнь сейчас протекает в разы легче. Но риски есть всегда. Ковид – коварная болезнь и может привести к опасным последствиям. Преждевременные роды могут быть. Это тромпоз, плаценты, то есть антинатальная гибель плода. Чаще всего гибель плода возникает при запущенной форме коронавируса. 14 случаев у нас было именно неразвивающихся в маленьких сроках в прошлом году. Два случая было на тотальной отслойке плаценты, были случаи преждевременных родов. Если в среднем популяции количество преждевременных родов – это 6%, то у больных с коронавирусной инфекцией у нас, по нашим данным, до 12%. Минимизировать риски помогла бы вакцинация, которую пренебрегают большинство беременных нашего края. Но врачи напоминают – прививаться желательно до беременности, а не во время нее. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Вакцинироваться в разгарами крона можно. Об этом смело заявляют алтайские инфекционисты. Валерий Шевченко подробно рассказал, что в ближайшие 2-3 недели эпидобстановка в регионе из-за разбушевавшегося нового штамма будет крайне напряженной. То, что сейчас происходит в Российской Федерации, в Алтайском крае, правильнее, я думаю, оценивать пока как подъем заболеваемости. Но, как это было в соседних странах, в течение 3-4 недели подъем определялся. И потом достаточно такое же быстрое снижение числа вновь выявленных случаев, ну и, соответственно, обращение за медицинской помощью. Поэтому, скорее всего, вот нечто похожее будет происходить у нас. И в настоящее время очень серьезно в эпидпроцесс вовлечены города и в большей степени город Барнаул. Но мы отмечаем, что вот с начала этой недели число обращений граждан с клиникой ОРВИ, с клиникой ковида увеличилось и в районах Алтайского края. Поэтому вот то, что происходило в Барнауле за последние 2 недели, вероятнее всего, с меньшим, с большим проявлением в разных районах будет происходить. На сегодняшний день говорить о том, что в течение недели все будет хорошо и закончится, но точно оснований нет. Ближайшие 2-3 недели будут крайне напряженными. Чем омикрон принципиально отличается от других штаммов коронавируса по симптомам, ну и в принципе? Ну, первое отличие – это, конечно, большая заразность у данного вируса. То есть человек один способен в своем окружении заразить до сотни. Это в десятки раз больше, чаще, чем это было связано с вирусом Дельта. Второе – то, что в процесс заболеваемости увлечены в большей степени дети. Такого не было ни при одном варианте вируса. И дети, надо сказать, что есть случаи болезни достаточно тяжелые. Тяжелые, с риском осложнений. Это на сегодняшний день действительно новый вызов для человечества. Привыкли, точнее уже поняли, наработали практику, как справляться и что предполагать, прогнозировать ситуацию, связанную с ковидом во взрослом контингенте. Вот для детей, в отношении детей, для медицинского сообщества. Сейчас это очередной вызов. Но, опять же, не на ровном месте, к счастью. Есть опыт уже лечения в целом и детей, пусть в меньшем количестве. Ну и третье отличие – это то, что все-таки в относительных цифрах частота легкой и средне-тяжелой формы больше. Чаще заболевание протекает с повышением температуры, симптомов интоксикации умеренных, с болью или неприятными ощущениями в горле, с заложенностью носа, реже с насморком. Но вот по большому счету, да, через несколько дней присоединяется кашель. Вот этим и могут симптомы болезни ограничиться. По предварительным данным, частота определения микрона сейчас порядка 40 на 60 процентов. То есть на сегодняшний день еще, как это отмечается клинически, как это отмечают доктора, работающие в красных зонах, вариант вируса дельта еще не ушел. И есть формы течения болезни достаточно серьезные, тяжелые, с осложнениями у лиц всех возрастов и разного преморбидного фона. Но большую часть пока все-таки на амбулаторном этапе определяет, ну вот вероятнее всего, омикрон, поскольку заболевание протекает в легкой и средне-тяжелой форме. Ну, при всем при том, что такое просто беспрецедентное число амбулаторных пациентов, да, напряжение на госпитальный сегмент, он не снижается. И немало пациентов с сопутствующей патологией и немало пациентов все-таки вот даже в этом соотношении с серьезным течением, тяжелым течением COVID-19. Дельта еще полностью не вытеснен омикроном. И риск средне-тяжелой и тяжелой формы, осложненной формы у людей, ну, относительно здоровых, тем более у лиц с отягощенным состоянием здоровья, с неблагоприятным преморбидным фоном, все-таки риски остаются. Поэтому человек должен быть привит. Уж насколько в данном случае болезнь, вызванная омикроном, обойдет этого человека, это вот уже дело второе, по крайней мере, вакцинация защитит от средне-тяжелого-тяжелого течения от смерти. Это факт. Когда идет эпидемия гриппа, нам же нельзя ставить прививки от гриппа. Вот идет эпидемия коронавируса, вот она идет и идет, и получается, что поставили люди прививку, и они вот у нас на работе даже, они недавно ревакцинировали села, и там вот Саша в том числе, и несколько человек, которые сейчас на больничном находятся. То есть они ревакцинировались, через неделю они заболели. Здесь два момента, я вам о них расскажу. Первый, это исторический. В период, когда в 2009-2010 году человечество столкнулось с последней пандемией вируса гриппа, свиного гриппа, ведь ровно в такой же ситуации, похожей ситуации, человечеству оказалось, нет вакцины. Те вакцины, которые использовались до этого, они не работали, потому что абсолютно сильно измененный вариант вируса пришел в популяцию. Не сказать, что это неожиданно, в принципе, ученые предполагали и прогнозировали, что это произойдет, потому что есть некая такая хронология возникновения пандемии гриппа, да, 18-й, 57-й, 68-й, и вот-вот-вот должна прийти, вот в 2009-2010 году состоялась эта пандемия. И что тогда сделали? Уже на имеющейся платформе технологической в течение короткого времени наработали большое количество актуальной варианта вакцины. Подобрали под тому антигенному составу, который вызывал пандемию, и я четко помню, и сам работал в практическом здравоохранении тогда, и видел, и знаю, как это происходило тогда, тогда начали прививать в период подъема заболеваемости. И продолжили вплоть до окончания этого подъема, и в следующем году продолжение ровно так же было, и все это имело значение в плане снижения скорости распространений, ну и, соответственно, снижения числа жертв, связанных тогда с этим вирусом. Если вы помните, поначалу он тоже зашел очень грозно, и летальность в некоторых случаях доходила до 8%, и тогда беременные очень сильно пострадали, вот эта категория пациентов, и дети ровно так же. Это первый момент. Второй момент. Почему мы так традиционно воспринимаем, что нельзя в период пандемии? Потому что по всему раскладу профилактическому нужно настраиваться на такой формат работы, чтобы подойти к ожидаемой эпидемии уже со сформированной иммунной прослойкой в обществе. Поэтому мы каждый год говорим, что начиная ориентировочно по-разному, да, с конца августа или с 1 сентября мы вступаем с вами в очередную привычную кампанию, которая направлена на профилактику гриппа. И у нас есть 2-3 месяца для того, чтобы мы создали надежную, спокойную эпидемию обстановки иммунную прослойку, и вот к тому подъему пришли уже максимально вооруженные. И поэтому вот у нас так вот в голове эта мысль и засела, что прививаться надо заранее. А потом какой смысл? Это заранее, это как оно? Вот идет идет. Вот я вам о том и говорю. Продолжим. Барнаульские общественники предложили сдвинуть сроки ремонта моста на новом рынке с весны на осень. По их мнению, пока город не готов к таким масштабным работам. Транспортный коллапс неизбежен. Об этом мы общались с самими общественниками и чиновниками. Далее подробнее. Бутылочная горлышко 70-летней выдержки. Скоро оно станет главным ньюсмейкером города. Споры вокруг переправы на новом рынке не утихают даже сейчас, когда до ремонта, по сути, осталось всего ничего. Мэрия уже начала рассматривать предложения граждан, касаемые организации движения на участке. Чиновникам поступило уже более 30 писем от жителей города. Их можно отправлять на почту, указанную на сайте города, до 28 февраля. Есть, конечно, предложения, которые связаны в первую очередь с движением общественного транспорта. Это в том числе обособление трамвайных путей по улице Советская армия. Многие жители высказывают. У нас это предложение было озвучено и ранее. То есть сейчас мы это предложение в работу взяли. Ну и, конечно же, есть такие предложения. Это какие-то связанные с движением трамваев, с автобусами. Поэтому все эти предложения нами рассматриваются, смотрятся. Схемы движения во время ремонта предлагали даже студенты политеха. Этому они посвятили свои ВКР. Одна из дипломных работ частично ляжет в основу концепции движения на новом рынке. А тем временем некоторые общественники в Барнауле бьют тревогу. Город совершенно не готов к закрытию моста. По их мнению, сроки ремонта необходимо сдвинуть с весны на осень. Мы готовим как раз обращение к главе города Вячеславу Франку, в котором мы просим и отложить сроки, и заняться вопросом в устройство трамвайного кольца возле торгового центра «Пионер», обособить трамвайные пути на улице Челюскинцев. В мэрии считают, обосение обеспочвено, переносить работу на осень нецелесообразно. Как заверяют чиновники, они проделывают большую подготовительную работу, и мост никто не закроет, пока не будет четкой схемы движения, работы светофоров, новых знаков и разметки. Те планы, которые мы наметили, это и строительство разворотного кольца, и обособление полос, выделенные для общественного транспорта. Это работа именно в финальной своей стадии, требующая порядка двух недель. Эти мысли о переносе сроков на осенний период, они несостоятельны как минимум. В первую очередь это связано с тем, что в летний период организовать движение, и как раз перейти на это движение, когда в целом трафик снижается, приучить жителя к новой схеме наиболее оптимально. Кто был прав, мы узнаем совсем скоро. Власти планируют приступить к ремонту уже в мае, а это значит, что тысячам барнаульцев придется искать пути обхода и лишние часы на сон. В утренних и вечерних пробках его будет не хватать. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком. Парковаться приходится, преодолевая препятствия. Барнаульцы и этой зимой жалуются на то, что подъехать, например, к магазину, для многих чревато поломкой авто. Причина – снежные наросты. Из-за них сложно и въехать на парковку, и съехать с нее. Что думают по этому поводу ответственные лица, узнавала Анна Рашагирова. Пока детские горки находятся в центре внимания, другие возникают в городе как-то стихийно, но не там, где нужно. Точнее, там, где их и вовсе быть не должно. Парковок с трамплинами водители чаще остерегаются. Иные рискуют состоянием своего авто. Были бы и были эти горки, они опасны тем, что когда съезжаешь и передним бампером виснешь, и в бамперах она под покраску потом. Сколько стоит покраска? Ну, от пяти и выше, смотря какая машина. Подобные препятствия появляются в ходе чистки дорог от снега. Дальше все это накатывается, а нынешней зимой еще и перепад температур свою роль сыграл. Все это покрылось льдом, говорят в мэрии. И добавляют, что касается подобных нарушений, нужно разграничивать зону ответственности. Тут надо смотреть территориально, к кому относится именно земельный участок. Допустим, есть участки, которые относятся к муниципалитету, и к дорогам, то мы их очищаем. Соответственно, есть, которые относятся к торговым точкам и к зданиям, в которых расположены эти торговые точки. Тогда выбирают уже собственники. Кроме того, в мэрии подчеркивают, привести в порядок парковки, на которых круглосуточно стоят машины, нереально. Но свои обязанности выполняют и регулярно проводят проверки по очистке улиц от снега и наледи. К примеру, на днях протокол о нарушении был составлен на один из ТЦ в самом центре города. Вот только помимо центра есть еще и другие улицы, где приключения на парковках продолжаются. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком. Ну и эту тему обойтись стороной не можем. Жители края могут лишиться молока, что называется, из-под буренки. Согласно приказу Минсельхоза, вступающего в силу 1 марта, все производители молочки, перед тем, как та дойдет до потребителя, обязаны пройти массу анализов и экспертиз. Многие специалисты уверены, владельцам частных подворий будет проще отказаться от содержания коров, чем пройти все эти процедуры. Да и цены на молочку и без того недешевую вновь поползут вверх. Подробности в видеосюжете. Экспертиза в лаборатории Госветслужбы с 1 марта станет обязательной для любой партии сырого молока. К этому прилагаются порядка десятка анализов на качество продукции, которые производителям придется делать каждые 10 дней или полгода. А ведь качество того же молока и так проверяются. Глазно ГОСТу, говорят представители Алтайского отделения ОНФ, получается какой-то двойной контроль. Системно, потому что с одной стороны есть государственные программы, есть закон личных подсобных хозяйств 112, который обязывает и меры государственной поддержки реализовывать. Мы говорим о том, что все-таки село нужно сохранить. При этом все, по сути дела, приводим к тому, что идет некая монополизация. И, собственно, даже простая калькуляция показывает, что выполнить тот анализ в те регламентированные форматы, которые предполагает 421 приказ Минсельхоза, в принципе, невозможно с точки зрения экономики. Потому что на каждую партию сдаваемого молока, там в 200-300 рублей я должен только за анализы заплатить 800. Итог всех этих нововведений очевиден. Малые хозяйства просто не выживут. Такие затраты им не по карману. А свежая органическая продукция до населения доходить не будет. Ну или цена ее станет заоблачной. А ведь цены на молочку, да и не только, уже сейчас буквально опустошают карманы людей, особенно пенсионеров. Я вчера молочку взяла, зашла. Вот знаете сколько? Взяла, значит, сметаны 200-300 грамм, 250 творог, молоко и йогурт. 500 рублей. В пенсию получили, вот купили что-то необходимое и все. И можно зубы на полку ложить. Молочка очень дорогая. Очень дорогая. Для пенсионеров особенно. По продуктам, да и мясо. Да все сейчас дорого. Да все цены повысились. И намного. Вы говорите о предполагаемом подорожании молочной продукции, что за каждым таким событием, как правило, стоят интересы крупных производителей, крупных сетей, крупных агрохолдингов. То есть у нас постепенно сворачивается естественный процесс конкуренции, то есть если мы говорим о рыночной экономике, вытесняются с рынков мелкие фермеры, мелкие товаропроизводители и замещаются вот именно крупными игроками, которые формируют правила игры под себя. По словам Юрия Фрица, только государство в силах изменить ситуацию и включить определенные механизмы регулирования, к примеру, на ценах в торговых сетях. И не только. Мы не говорим о том, что регулировать надо все, вплоть до услуг сапожной мастерской, цен на билеты в кинотеатры и так далее. Мы говорим о том, что хлеб, молоко, мясо, масло, рыба определенных сортов должна быть на прилавках, она должна быть доступна. Это регулирование торговой наценки у производителей, в том числе снижение определенных издержек в виде где-то налоговой нагрузки, где-то акцизов. Экспорт продукции за рубеж тоже должен квотироваться, уверен предприниматель. Конечно, за пределы России производителю продавать гораздо выгоднее, но важнее сейчас закрыть потребности внутреннего рынка. И пока ситуация остается неконтролируемой, цены продолжат расти. Обнадежить людей наш спикер просто не смог. Собственно, и решить проблему с дополнительной проверкой молочки можно только на федеральном уровне. Иначе с деревенским молочком придется распрощаться. Татьяна Голубева, Вадим Быстревский. День с толком. Но вот между тем, накануне стало известно, что депутаты КЗС будут добиваться пересмотра новых требований для производителей молока. Есть намерение обратиться в Минсельхоз России. Между тем, даже сами предприниматели отмечают, что рост цен на продукт первой необходимости, пожалуй, самая болезненная проблема для жителей региона. Фундаментальная проблема снижения жизненного уровня и покупательной способности людей. То есть люди стали потреблять меньше и больше продуктов худшего качества. Знаете, перефразируя слова Жванецкого, вы наверняка помните, я бы сказал так, вот вчера раки были большие, но по три, а сегодня по пять, но маленькие. И это касается, по сути дела, всего, потому что производители, в том числе, вынуждены идти на определенные ухищрения, связанные со снижением замены определенных ингредиентов в продуктах питания, со снижением веса товарной продукции. То есть мы уже забыли, наверное, что пакет молока, он должен весить все-таки, представьте себе, литр, да, а мы сегодня уже видим и 900, и 800, и так далее. То есть вот эти вот некий покупательный спрос вынуждает производителей, в том числе, идти на определенные ухищрения, не всегда, на мой взгляд, порядочные и не всегда такие честные. Ну, особого оптимизма я на снижение цен не испытываю, пока не вижу никаких механизмов, которые были бы включены, чтобы развернуть этот тренд. Государство имеет возможность решить эту проблему, но, к сожалению, вот позиция занятая, что вроде как рынок от все отрегулирует, на мой взгляд, несостоятельно, но мы ей следуем. Взлетно-посадочная поросла сорняком в здании разруха. Пошел 12-й год, как Бийский аэропорт, не принимает регулярные рейсы. Несколько лет назад в крае заговорили о восстановлении заброшенного аэропорта, откуда можно было улететь в различные регионы Сибири и страны ближнего зарубежья. Но все осталось на уровне разговоров. Станет ли когда-нибудь Бийский аэропорт началом возрождения региональной авиации, пыталась выяснить Валентина Аскерова. Со взлетно-посадочной полосы Бийского аэропорта взлетали в небо такие самолеты, как Ан-2, Ан-24, Ан-26, Л-410 и даже реактивный Як-40. Сегодня же над Бийским аэропортом летает лишь наш квадрокоптер. Снимает, во что превратился один из востребованных аэропортов нашего края. Один след простой оставили свой отпечаток. Повсюду ржавчина, разбитые окна, а некогда цветущий плющ давно превратился в гербарий. Внутри здания не попасть. Охране дали распоряжение нас не пропускать. Но уже сейчас сквозь стекло видно, насколько в плачевном состоянии находится аэропорт. Штукатурка осыпается, стойка регистрации разрушается. Но что самое интересное, стенд с расписанием рейсов по-прежнему сохранился. Я поговорил с сообщником, и сообщник сказал, ну, каких-то экспонентов. Общаться с нами так никто и не захотел, как и ответить на вопрос, будут ли возрождать некогда востребованный аэропорт. В 80-е годы Бийский аэропорт пережил свой расцвет. География полетов расширилась. Можно было улететь не только в Новосибирск и Барнаул, но и Кемерово, Гурналтайск, Красноярск и страны ближнего зарубежья, Казахстан и Узбекистан. Это если необходимо восстанавливать, это требует большой реконструкции, длительного восстановления. Гражданская авиация в Алтайском крае и местные воздушные линии находятся в глубоком упадке. Об этом не понаслышке знает Антон Канцеров. Его дедушка отдал небу 40 лет своей жизни. Если мы возьмем на конец 80-х годов, то в крае функционировало более 50 аэродромов и площадок местных воздушных линий. Практически в каждом районе был свой аэродром, причем свой аэропорт. Когда произошел распад Советского Союза, очень много техники и очень много авиаработ оказалось невостребованной на территории страны и Алтайского края. В том числе, что в упадок пришла и авиационная техника, то есть не было обновления парка самолетов. Соответственно, упал объем перевозок, выросли цены на авиатопливо и стало это нерентабельно. На территории Бийского аэропорта была и вертолетная площадка. Отсюда любой желающий всего за пару часов мог долететь до жемчужины Алтая – озеро Телецкого. А ведь вертолетное сообщение с республикой Алтай было крайне востребовано туристами. Оно бы не помешало и сейчас, уверен Антон Канцеров, а также сами бейчане. В принципе, я думаю, что было бы неплохо, потому что даже неудобно летать. Вот сколько людей перелеты совершают, приходится либо в Барнаул, либо в Новосибирск ехать. Из Бийска гораздо бы удобнее было. До Горного тоже неудобно добираться. Как вы думаете, нужно ли его реконструировать или нет такой необходимости? Да, думаю, не помешало бы. А почему? Насколько это было бы удобно? Ну, к вам в Барнаул быстрее летать. Надо здесь делать аэропорт. Аэропорт Бийска еще в 2013 году передан из федеральной собственности в Краевую. А у региона средств на реконструкцию нет, пояснили в Минтрансе. Для восстановления аэродромного комплекса аэропорта, включающего взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, перрон, специальное оборудование и оснащение требуется не менее 2 миллиардов рублей. Выделение таких средств из Краевого бюджета, учитывая его ограниченность, на сегодняшний день не представляется возможным. И еще порядка 500 миллионов рублей нужно на восстановление аэровокзального комплекса, который находится в частных руках. Также в Минтрансе указали на то, что в 90 километрах от Бийска находится горно-алтайский аэропорт. Отсюда вывод. В ближайшее время бичане вряд ли смогут увидеть, как с их взлетки поднимается в небо пассажирский самолет. Валентина Аскерова, Вадим Быстревский. День с толком. Предстоящий понедельник обещает стать самым романтичным в этом году. 14 февраля – День всех влюбленных. Верят ли барнаульцы в любовь, какие подарки готовят мужчины и чего ждут женщины, мы узнали из первых уст. Цветы – это самый хороший подарок. А на этот раз что подарите? И на этот раз тоже самое. Может, стоит спросить, что-нибудь хочет, наверное? Да нет. Что подарить? Машину. Недороговато ли? Ну что, если любит действительно, то как иначе? Цветы. А еще? Любовь. А вот одна девушка захотела машину. Валентинку вырезал? Нет. А кому подаришь? Ну, папе и деду. А маме? Ну и маме тоже. А однокласснице какой-нибудь? Ну нет. Что подарить своей жене на День влюбленных? Себя, родного. Я на вождение пойду, потому что мне надо скоро права сдавать. Все. А если не сдашь? Молодой человек купит? Нет. Сама куплю, потому что его нет. Сама вам подарила. Ну, если мальчику, может, какое-нибудь кольцо красивое. Потому что, как бы, кольца... Это намек был бы? Ну, может быть. Какой мне святой Валентин. Любовь. У меня дедушка старый, я старая. А помните, что он самое романтичное вам подарил за вашу жизнь? Семейную. Цветы дарил, и все. Своей даме? Ну, когда я заберу с роддома, я ей подарю много счастья и эмоций. Потому что у меня сегодня только дочка вторая родилась. Дорогие дамы, я поздравляю вас с этим праздником. Желаю, чтобы вы нашли свою вторую половинку. А если она у вас есть, у вас была очень сильная и взаимная любовь. Почти неделю назад в Барнауле завершился первый в истории города международный турнир Open FC. Но до сих пор о нем говорят. События грандиозные и очень зрелищные. И хотя из-за роста числа больных ковидом число зрителей не превышало 500 человек, они увидели 12 боев, два из которых главные поединки. Дмитрий Дроздов следил за спортивным шоу от начала до конца. И сегодня расскажет, как показали себя бойцы из Барнаула и что происходит в раздевалках спортсменов до их выхода на октагон. 17-й международный турнир Open FC в Барнауле. По-настоящему историческое событие для краевой столицы. И главная победа этого турнира уже состоялась. Как мы видим за моей спиной, бои проходят при зрителях. Все они ждут главный бой вечера. Михаил Царев против Владимира Ивашкина. Но пока давайте узнаем, как случились прошлые поединки. И, конечно, посетим раздевалку бойцов. Напряженная атмосфера на Читов-арене царила с самого начала боев. Зрители без умолку подгоняли спортсменов и чьих не подвели. Несколько поединков закончились нокаутом, либо соперник досрочно сдавался. Барнаул представляли три спортсмена. Кирилл Зимановский во втором раунде одержал победу над бойцом из Таджикистана. А Николай Несеров техническим нокаутом выбил Чумахона Исоева. Да, в армейском рукопашном бою можно добивать как ногой лежачего, так и добивать руками. Именно с армейского рукопашного боя, как видите, добивание пригодилось. Теперь сразу несколько барнаульцев претендует на контракт в лигу OpenFC. Это возможность выступать на высоком уровне, наравне с топовыми бойцами. Да и что уж, зарабатывать. Амин Гасимов однозначно, я думаю, он продолжит независимо от изгода. И Гусейн Халиков. Это те ребята, которые будут дальше выступать. Ну и сегодня мы в течение турнира отмечаем ребят, будем вести с ними переговоры. И если их там тренер, менеджер примет решение продолжить их карьеру в нашей организации, то мы с радостью их подпишем. Кстати, барнаулиц Гусейн Халиков встречался в соглавном бою вечера с бойцом из Воронежа Вадимом Поневиным. Нам удалось проникнуть в раздевалку бойцов. И давайте посмотрим на атмосферу перед поединком. Файтеры провели в октагоне все три раунда, показав при этом максимально ударный поединок. По итогу 15-минутного боя победа досталась барнаульскому бойцу. Бастер-решение, а не рады и жаловать его файтеру. Бою файтеру с решением Кусейн Халиков. Вот у меня было последнее поражение. Я сказал, дайте мне достойного оппонента. Выиграю его, я в деле. Не выиграю его, я закругляюсь. Так как мне не 20 лет, мне 30 лет. Поэтому я в деле, как я смотрю. 15 минут я спокойно отработал. Тем самым все барнаульские файтеры одержали свои победы. А вот в главном бою вечера в клетке встретились 35-летний Михаил Царев из Новосибирска и легенда 47-летний Владимир Ивашкин из Иваново. Многие ждали трехраундовый бой, но Михаил Царев рассудил иначе. Болевым приемом победу забрал Михаил Царев. Новосибирец готовился к своему главному сопернику Нур-Зултону Рузибоеву. Однако на поединок файтер не приехал. Официальная причина – травма позвоночника. Боец он или нет, не мне решать. Но этот поступок немножко гниловастый. Я знаю, что такое травма позвоночника. Судить кого-то я не хочу. Может, у него на самом деле травма. Но если у меня была травма, я снялся. И выставляют, что он там 10 марта будет драться. А потом уже появляется вот вчера информация, что приехал, что он 19 февраля уже дерется. Замечательный, потрясающий турнир. Мне понравилась публика, но в очередной раз понравилась. Потому что в Барнауле ценят и любят спорт. И главное – умеют болеть. По словам организаторов, Лига OpenFC пройдет в Барнауле и в следующем году. Многие любители ММА верят, что в краевую столицу приедут топовые файтеры из той же Бразилии. И поединки будут еще жестче и интереснее. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. А у меня на этом все. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Если у вас есть интересные темы, звоните. Всем здоровья. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok